Не отключайте питание радиоприёмников. Начинается передача данных. Продедушки и многие, конечно, хотели бы узнать больше. Поговорим о способах, о научных способах узнать больше. Сегодня в передаче данных генетик, генеральный директор компании Генотек Валерий Ильинский. Здравствуйте, Валерий. Добро пожаловать. Добрый день. Спасибо большое. Ну что, давайте тогда прямо от общего к частному пойдём. Какие технологии сейчас существуют? Понятно, что генетического анализа способны рассказать о происхождении в принципе человека. Ну, в целом генетики сейчас сходятся во мнении, что все люди произошли из Африки. И на самом деле все современные генетические технологии, они позволяют вот этот процесс выхода из Африки и дальнейшего расселения людей по территории Земли разбить на определённые этапы и в зависимости от этапа использовать разные подходы. Ну, например, если мы хотим исследовать далёкое происхождение человека, как вот он буквально выходил из Африки, то используется один метод анализа. Если мы хотим посмотреть родство на уровне одного, двух, трёх, четырёх поколений, используются другие технологии. Если мы хотим узнать национальный состав, ну, этнический состав, популяционный состав, то есть кто по происхождению, вот из каких популяций там произошёл человек. Например, российский этнос или как правильно сказать, русский этнос, как верно здесь выразится? А вот тут, к сожалению, нету какого-то однозначного термина, который... Скажешь русский, а там ещё много других национальностей. Скажешь российский, скажут, а при чём тут этнос, правда? И более того, вообще национальность здесь, национальность это самоопределение. А мы с точки зрения ДНК говорим о популяциях, и при этом популяции часто связаны с национальностью, то есть зону популяции людей, которые живут там на Северном Кавказе, они относят себя к определённым национальностям. Но при этом это не означает, что там нету людей, которые живут той же самой популяцией, генетически похожи на соседей, но при этом там причисляются к другой национальности. Валер, было дело по поводу исследований каких национальностей или какое кровосмешение было в данном этносе, кого больше, кого меньше, из кого мы состоим. Ну, я сейчас вот так вообще пытаюсь сказать, чтобы было понятно. Так вот, был спор, кто коперник по национальности. И это был глупый спор, как сегодня это выглядит, но не об этом речь. Речь о том, что в те времена, я про ранее не говорю, но и про позже тоже говорю, не было чёткого понятия о национальности. Так как же вы на сегодняшний момент причисляете ту или иную группу крови, в плане не группы крови, а в плане принадлежности, да, вот, по земле, где обитали эти люди, как вы определяете их национальность, если они сами свою не определяли? Ну, смотрите, национальность, это всё-таки вопрос самоопределения, то есть, как определить национальность, просто спросить, а вот нету этого термина. Вот, к сожалению, однозначно такого термина, который бы не вызывал бы ни у кого никаких вопросов, его там пока нет. Мы используем такой термин, как этнический состав, но опять же, он... Это крови состав имеется в виду? Состав нашего генома, то есть, разные участки ДНК, они имеют разные маркеры, которые характерны тем или иным популяциям. И если мы берём и расшифровываем геном какого-то человека, то мы можем сказать, что, условно, вот эта хромосома пришла из вот этой популяции, а эта хромосома пришла из этой популяции. Вы континентами мыслите или странами? Это из этой популяции, это из Африки, это из Австралии или это из Германии, это из Италии? Мы говорим именно о популяциях. То есть, сейчас континент, это, конечно, удобно, но мало кого интересует, потому что нужно сказать, что там вы в целом из Евразии, ну, это так себе информация. При этом страны очень часто бывают очень похожи друг на друга. Вот там белорусов от русских отличить практически невозможно. Это всё, как бы, ну, можно сказать, одна популяция. То есть, тут речь идёт именно скорее о популяциях, то есть, о людях, которые, ну, образуют, как правило, браки вот внутри своей популяции и меньше смешиваются с другими. С этой точки зрения, там такие, ну, там, группы, как вот еврея-шкиназа, например, или жители вот российского Крайнего Севера, они такие очень яркие популяции, потому что они очень сильно изолированы от внешнего мира, и у них браки, как правило, образуются внутри себя, и это их генетически очень сильно отделяет от других. Всё, понятно. Вопрос понятен. Какие категории, как чётко вы дробите? Вот, чтобы было представление, ответ я получила. А какую технологию вы считаете самой подробной, самой такой оптимальной? Ну, как сейчас работает вот это вот определение этнического состава? Мы берём ДНК человека, расшифровываем её, и дальше буквально по каждому маркеру, по каждому полиморфизму мы пытаемся отнести тот или иной фрагмент генома к какой-то популяции. Ну, вот, опять же, мы можем сказать, что вот эта половинка хромосомы, она имеет такие маркеры, которые встречаются только у евреев-шкиназов, они встречаются больше ни у кого. Но для того, чтобы определить принадлежность какой-то этнической группы, надо же и взять у неё одного человека. Нам нужен эталон какой-то. Да, и какой это эталон? Эталон – это люди, которые говорят, утверждают, что их предки до уровня, по крайней мере, бабушек и дедушек, жили осёдленно от определённой популяции и не имеют каких-то сторонних примесей. Вот эта тема «Я коренной москвич», да? Да, да, да. Да, стременной и так далее. Хорошо, я поняла. То есть вы берёте коренных москвичей, допустим, и доказываете им что? Что они действительно коренные или что разочаровываете их? Ну, коренных москвичей не очень интересно брать, потому что, ну, москвичи, слишком уже такая большая смесь, гораздо интереснее брать условно чистых, например, евреев или условно чистых русских, но опять же русских, тех, которые живут, ну, всё же, скорее, в деревнях, которые осёдлые живут на территории современной центральной части России. И сколько таких человек нужно? Как правило, каждую популяцию достаточно хорошо характеризует несколько десятков человек, там, 30, 40, 50, вот таких вот условно чистых представителей. Мне кажется, с евреями тут проще, чем найти осёдлых 30 русских, которые живут в деревнях и утверждают, что их пра-пра-пра жили здесь же. А вот не скажите, потому что евреи тоже разные бывают, условно, там, евреи, которые живут на территории бывшего СССР, но они там сильно отличаются от евреев, которые живут, я не знаю, в Европе. И, например, репатриировалась Израиль. И опять же, на самом деле, на территории Израиля там же тоже евреи разные бывают, евреи Ашкиназы, Сефарды. И они все сами по себе отличаются между собой. А какая, может быть, вы сталкивались с этим, я не настаиваю на научных исследованиях, но вот ваше впечатление, какая нация выше всего дорожит с чистотой своей крови? Ну, тут это скорее культурный момент, нежели генетический. Так я и спрашиваю вас впечатления, а не научные подтверждения. Мне кажется, что, на самом деле, практически все нации сейчас это огромные смеси. То есть практически не попадаются люди, которые были бы очень однородны. Ну, смотрите, недавно в интернете встретил ролик, не знаю, старый он или молодой, но он вызвал во мне действительно отклик, довольно-таки сильные эмоции, когда ваши коллеги генетики, по-моему, европейцы, спросили, то есть идет нарезка, и у людей спрашивают, как вы думаете, кто вы? Ой, я немец. Точно? Да и точно говорю вам немец. И так и по поводу каждого представителя. Там не только европейские расы, там люди другого цвета кожи и так далее. И, собственно, они были настолько уверены, когда им показали, и причем там даже было негативное отношение к другим. Нет, у меня ни за что французов нет. Вы что, я француз? Никогда. И им показывают, они начинают рыдать просто. Причем, ну, приятно, что не то, что разочарование, а от того, что, наверное, рады ошибаться уже. Вот я поэтому, собственно, и спрашивала за чистоту крови. Ну, на самом деле, там, похожий проект сейчас делается в России тоже. И я думаю, что он через какое-то время такой же ролик там можно будет снять и про... Только с русскоговорящего, да, Людмила? Ну, на самом деле, у нас такие ситуации, это тоже бывает, когда там приходит к нам человек, говорит, там, я вот абсолютно чистейший азербайджанец, и там, вот, никого, кроме азербайджанцев у меня не было, вот, там, только азербайджанцы в моей крови. Дальше сдаётся генетический анализ, говорит, сделай мне только красиво, да? И там выясняется, что, там, условно, азербайджанская кровь там далеко не сто процентов. Растраиваются, как кажется? По-разному реагируют люди. Кто-то говорит, что это вообще не мой результат, такого быть не может. А что-то кинжал туда-сюда. Вы мне там всё перепутали, там, заново буду сдавать, там, обманываете и так далее. Кто-то очень удивляется, кто-то пытается начинать копаться в свои родословные, узнавать у своих, там, родителей, бабушек, дедушек, кто они, что они. Представляете, а если это Санта-Барбара? Ого-го! Валера, вот вы сказали, что все вышли из Африки. Каким образом вы прослеживаете, кто куда пошёл? И ещё, конечно, хочется спросить о таких народностях, которые, кажется, вот они как зародились на своём континенте, так и ниоткуда там и взялись. Например, индейцы, ну как они из Африки могли прийти? У них же такая самобытность. До таких примеров масса. Те же самые островитяне, которые до сих пор не знают цивилизацию, как и Африка, скажет вам, любой нормальный человек. На самом деле все действительно люди вышли из Африки, и индейцы, и папуасы. Все всё равно произошли из Африки. Была небольшая группа людей, которая, собственно, основала современный род человеческий. Это было там почти 100 тысяч лет назад. Люди зародились в Африке. И дальше генетики могут проследить происхождение расселения людей по территории Земли, по их отцовской линии и по материнской линии. То есть мы можем отслеживать путь через отцов и через матерей. Почему только так? Почему не как-то иначе? Есть очень удобный для генетики инструмент. Это Y-хромосома и бетонтериальная ДНК. Что это такое? Y-хромосома – это, собственно, хромосома, которая определяет мужской пол. Она есть только у мужчин. Она наследуется от отца к сыну. Через женщину она не передаётся. И она наследуется в неизменном виде. То есть если все остальные хромосомы не как-то между собой перемешиваются, при передаче из поколения в поколение, то Y-хромосома, она вот как есть, так и передаётся. Настоящий мужик такой, держится. Да. И, на самом деле, точно такая же генетикахинальная ДНК. Она передаётся по материнской линии. Она есть и у мужчин тоже, но от мужчин она не наследуется. А вот через женскую линию она наследуется. И она тоже такая вот монолитная. Она никак не перемешивается. Она как есть, так и передаётся. Ты поспешила, да, вашу примировать. Наши-то тоже ничего себе. Вот. И, собственно, поскольку они передаются практически в неизменном виде, любая мутация, которая в них возникает, она, соответственно, дальше передаётся всем потомкам. То есть если у какого-то мужчины в какой-то момент возникла мутация в горькой хромосоме, то все потомки этого мужчины по мужской линии, они будут иметь эту мутацию в горькой хромосоме. Таким образом, можно сказать, что если мы обнаружим у какого-то человека эту мутацию в горькой хромосоме, то значит, он имеет тут всех этих родственников. И это точно так же работает, когда нам нужно проследить путь эмиграции человека из Африки. Когда-то люди произошли в Африке, и предположим, что десятки тысяч лет назад у какого-то мужчины произошла мутация в горькой хромосоме. Все его потомки имеют эту мутацию. Но тут вообще можно наткнуться на то, что все люди на планете Земля родственники. Да, и мы можем оценить примерный возраст каждой мутации по количеству людей, по археологическим находкам, и сказать, примерно какому возрасту возникновения той или иной мутации относится тот или иной период времени. И, исходя из этого, можно просто составить целое такое дерево мутаций, фактически. Но эти мутации, они привязаны и к хронологии просто по годам. Мутации со временем накапливаются, 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 и... И мы, исходя из большой совокупности вот этих мутаций, которые накопились, можем просто на карте отметить точками, где жили предки по отцовской и по нерестной линии для каждого человека. Так я вот представляю себе эту карту и вижу, что от одного человека расходятся сначала там три стрелочки, а от трех двадцать три. Это геометрическая прогрессия в какой-то степени. Это если наоборот идти. Если мы вот из Африки так выводим человека. Да. Нас же интересует не человек из Африки. А у вас обратный путь интересует. А у нас интересует обратный путь. А обратный путь, он достаточно однозначный. Потому что мы берем там, условно, тысячи мутаций, которые есть у конкретного человека, и дальше начинаем отслеживать, когда появились они на вот этой карте. Что ученые любят больше использовать, Y-хромосомы или митохондриальную ДНК? А тут интересно использовать и то, и другое. Потому что и Y-хромосомы, и митохондриальная ДНК, они не дают полной картины происхождения. Мы следим только на одну ветвь, одну линию. И достаточно интересно смотреть, как они сочетаются, или наоборот, не сочетаются друг с другом. Где люди встречались и женились, да? Ну да, где было больше влияния мужчин, где была, словно, передача информации через женщин. Интересно. Слушайте, ну, мы, получается, так или иначе, от общего пришли к частному, к индивидуальным тестам ДНК. И первый вопрос, наверное, зачем? Зачем я действительно узнаю, кто были мои прапра, прапрапра, ну и так далее? Ну, с одной стороны, вы не сумеете построить прям генеалогическое древо, как это себе люди представляют, с именами и так далее. Это всё-таки вопрос архива, нежели генетики. Но при этом, если у вас есть какие-то непонятки, сомнения, там, что-то неизвестное в истории семьи, то ДНКТС часто позволяет хоть как-то эти вопросы разрешить. В целом, вы можете узнать, ну, условно, откуда примерно, приблизительно вы произошли, откуда произошли ваши предки по отцу и по матери. И согрешила ли моя бабка с водолазом, или всё это слухи и оклеветали ей? Ну, вот зачастую разные такие семейные легенды, их удаётся разрешить с помощью как раз генетического теста. А больше легенд, чем правды? По-разному. У каждой семьи есть какие-то легенды, ну, или, по крайней мере, там, поверье, что вот там, условно, у меня вот там прадедушки было 12 детей, и он жил там, условно, он был финном. Так ли это или нет, вот на этот вопрос позволит генетический тест ответить. А, допустим, если снова вернуться к общей генетике, ну, я так её назову, могу я, например, узнать, благодаря ДНК-тесту, как по миру разбросаны мои ближайшие родственники, ближайшие, понятно, это полтора века где-то так, которые могли оставить потомство, с которыми я могу коммуницировать. Допустим, я сейчас на легенде тоже пример приведу. Допустим, у кого-то есть подозрение, что после революции или во время 17-го года родственники, какая-то часть семьи, может быть, далёкие, эмигрировали за океан. И это легенда или не легенда, никто уже толком и не знает, а хочется найти, вот человек задался такой целью. Это может помочь? Современные ДНК-тесты, они позволяют искать родственников до 10-го поколения. То есть вот 10-е поколение – это такой лимит, дальше которого точность работы в генетике достаточно низкая. Но 10-е поколение – это, ну, там, лет 300, по крайней мере, это достаточно глубоко. Достаточно, да. И среди тех людей, которые сдали такой же ДНК-тест, можно искать родственников. А есть какая-то общая база? Потому что я, допустим, в России сдаю мой потенциальный американский родственник у себя в Соединённых Штатах. А как? И мы никогда не встретимся. Я ждала вас у Фонтана, а вы в кино искали нас. Ну, вот тут, к сожалению, есть проблема, потому что какой-то единой базы данных, общей базы данных нет. У каждой компании, которая делает генетические тесты, своя база данных. Это врачебная тайна, да? Да, это даже не то, чтобы врачебная тайна, это, скорее, просто коммерческая тайна, потому что, на самом деле, вот эта база данных, это ценность. У американских компаний большие базы данных по американцам, у российских по россиянам. Но это, может быть, ещё и такие стратегические какие-то данные. Это какое-то имеет значение для военно-промышленного комплекса? Да нет, но это, скорее, такие легенды, что кто-то разрабатывает генетическое оружие. Нет, ну, там ничего такого, конечно, нет. Смотрите, он сейчас улыбнулся и слегка покраснел. Мы-то с вами понимаем, в каких случаях это происходит с нашими гостями, которые имеют отношение к высоким технологиям. Обязательно в ближайшее время узнаю, из каких частей, или, точнее, сколько крови в ком может быть от одной нации, от другой, хотя национальность – это самоидентификация, но другого слова не придумали. Вернёмся, так что не отключайтесь. В эфире передача данных в студии Валерий Линский, генетик. Говорим о генеалогии. Говорим о генеалогии целых континентов. И сейчас уже ближе всего подобрались к конкретному человеку, к персоналию и к персональным ДНК-тестам. Ну, так вот, я обещала про кровосмешение. Видите, какие у меня сериальные заходы. Но мне кажется, это маркетинг, и он работает так же, как и ДНК-тесты. Тем не менее, может действительно ДНК-тест показать, сколько во мне процентов немцев, англичан, евреев, я не знаю, неважно, другие любые примеры, ацтеков? Ой, господи, что-то я погорячилась. Ну, про ацтеков вряд ли. Почему, кстати, древние уже несуществующие народы нельзя определить? Можно, но далеко не все. То есть там можно определять только те народы, которые достаточно хорошо изучены, генетически изучены. А ацтеки плохо? Ну, по ним достаточно мало информации, поэтому нам достаточно сложно это изучить. Я вас познакомлю с археологами, которые добираются туда, чтобы вам косточку привезли. Нам нужно много косточек. Много? Нет, ну а если кроме шуток, по праву, сколько костей вам нужно? Нужно несколько десятков образцов вот такой народности. Чтобы вы могли понимать, что это точно не какая-то заброшенная косточка, а какая-то жертва из другого континента, а именно вот... Да нет, нам нужно как раз быть уверенными в том, что эта косточка именно ацтека, а не жертва. Да, я про то и говорю. Все мы правильно друг друга поняли. Хорошо. Чемодан и мешок костей. Понятно, задача ясна. А теперь про реальные задачи. На самом деле, да, можно действительно составить на некую процентовку, на сколько ты процентов, к какой популяции относишься, сколько тебе финна, украинца... На живых примерах интереснее всего. Давайте рассказывайте. Вы себе делали, это же самое интересное. Ученые ставящие эксперименты на себе. А чего вы ожидали в первую очередь? У меня было определенное представление, что там часть моих родственников произошла из Европы, и действительно у меня там есть определенные группы участков ДНК, которые имеют сходство с европейскими. Никаких таких серьезных сюрпризов у меня нет. А какого рода вообще могут быть сюрпризы? Вот так, чтобы у человека открылся от удивления рода. Как правило, сюрпризы возникают у тех людей, которые считают, что они вот чистые кто-то. Но это же бред, согласитесь, Валерий, в 21 веке считать, что я чистый, и ни капли во мне вражеской крови. Простите, вражеской ставлю в кавычки. Ну вот, к сожалению, огромное множество людей считает, что они вот чистые, там, кто бы то ни был. Ну, я не знаю, мне кажется, это вымысел, потому что ты уже не... Ну, ты что, гарантировал? Род бы вымер, вот. Вымер бы, конечно, но приятно просто... Многим людям приятно не задумываться о том, откуда они произошли, приятно считать, что вот там, условно, ты чистый русский, и дальше все твое отношение строится на этом тейсе. Ну, это какое-то такое уже совсем неэтично, мне кажется, даже. Ну, к сожалению, у нас вот в целом в стране такие националистические взгляды, они достаточно сильно развиты, и с точки зрения национализма очень удобно людям считать себя чистыми. Оперировать вот этими, да, чистотой крови. Ну, мы помним, кто оперировал чистотой крови, и я думаю, как только себе напоминать начнем, сразу распрощаемся с желанием хорохориться на тему «А я чистокровный русский». А скажите, пожалуйста, правда ли говорят, что по лицу еще можно вот какой-то типаж определить? Ой, у вас европейский тип лица, знаете. А вот вы, вот чисто славянка, да. Это, на самом деле, скорее вопрос к антропологам, нежели к генетикам. Вы как-то это все-таки сейчас лидирует. Простите, что перебиваю, просто не могу здесь не вклиниться. Сейчас на острие атаки междисциплинарные истории, правильно? Есть очень такой интересный проект в Соединенных Штатах. Ученые для судебной медицины пытаются на основании генетики предсказывать лицо. Казалось бы, это там очень удобно. Там преступник оставил свои следы, взяли, швовали ДНК и просто оставили фоторобот. Вот пока что это все удается сделать на уровне, там, условно, это афроамериканец, это европеец. Это человек, а это, ну, не очень. Да, вот пока что это все-таки только общими мазками удается восстановить. Только раса, получается. Как правило, да. То есть, условно, там, форму носа сложно предсказать. Это еще не настолько развита генетика или технологии, технологии, или вот чего не хватает? На самом деле, наша внешность, она складывается из генетики и из ряда внешних факторов. Словно, там, много человек кушает, мало загорает, не загорает, там, красит волосы, не красит волосы. И далеко не всегда мы понимаем вот это соотношение генетики и внешних факторов. При этом часто внешние факторы преобладают, а часто генетика преобладает. Про определенные признаки, вроде там, цвета глаз, или там, цвета волос, цвета кожи, генетика очень многое может рассказать. А про многие вещи генетика не может вот в деталях рассказать. В целом, какая форма носа, генетика не может вам с точностью сказать. Поэтому пока что есть много вот таких вот спорных, сомнительных моментов, которые не позволяют просто там сопоставить ген и восстановить лицо. Понятно. Типаж лица вычеркиваем тогда. Сколько процентов крови, я буду выражаться вот такими понятными, может быть, даже, на ваш взгляд, примитивными, но вы меня уж простите, сколько процентов крови той или иной национальности, другого слова не придумали с носка, должно быть, чтобы я считала себя русской или, допустим, англичанин, ну или евро... Я даже не знаю, вот принадлежность, как определить, на сколько процентов должно быть во мне? Чтобы считать себя русской, можно не иметь вообще русской крови, на мой взгляд, потому что, условно, там, что такое национальность? Вы снова сейчас про самоидентификацию, а я про состав крови. Но раз слова не придумала, давайте называть это... Договоримся сейчас вот на миру, что мы называем это национальностью. Не в плане самоидентификации, а в плане состава крови, кровосмешения, чего там намешано. Сколько должно быть? Больше 50%? Тут каждый сам решает для себя. На мой взгляд, нет никакой такой четкой границы, потому что 50% нет практически ни у кого на самом деле. Вот, тоже интересно. Обычно все состоит из маленьких-маленьких кусочков, там, по 10-15-20. Сколько же обычно? По 10-15-20? Каждой национальности, да. Ого-го. Поэтому все представляют себе такую большую-большую мозаику. Практически не бывает людей, у которых там какой-то этнической группы больше половины, там, хотя бы половина. Хорошо. Очень важно, конечно же, поговорить, наверное, на тему чистоты крови. Но я сейчас абсолютно в мирных целях рассуждаю, потому что чистота крови для людей, у которых дедушка прошла Великую Отечественную, звучит немножечко настораживающее словосочетание. Тем не менее, можно ли доказать гражданство? Ну вот, израильское посольство, оно для репатриации требует, чтобы ты доказал, что ты еврей. И там существуют свои правила и принципы. Так вот, результаты ДНК-теста, что я еврейка. Могут быть доказательства? В случае с Израилем, насколько я знаю, это не работает. То есть израильтяне все-таки требуют негенетическое доказательство того, что ты еврей. А что им мало-то? Но при этом есть, например, Португалия, и Португалия выдает, если я правильно понимаю, гражданство, евреям-сефардам на основании генетического теста. Сефарда у нас... А как бы понять еще, чем сефард от Ашкиназии отличаются? Это просто разные группы евреев. У евреев есть разные... Из разных частей Африки вышедшие или как? Они достаточно сильно... Или это субкультура просто определить? Нет, они сильно отличаются генетически, очень сильно отличаются генетически. Кто-то там очень сильно фактически араб, кто-то вот больше европеец. Вот евреи Ашкиназии, на самом деле, вот там то, как люди себе представляют евреев, такие кучерявые, белые. А сефарды это, ну, скорее, арабы. Смуглые, да, более такое, понятно. И вот в Португалии как раз генетические тесты для сефардов применяются, воспринимаются государством. А там исторически, что ли, их как-то обидели, что только их принимают? Не знаете? Да, там был в отношении сефардов... Своя Вархлово-Мейская ночь, понятно. Ох, португальцы казались мне довольно-таки просвещенной нацией, учитывая, сколько сделали для науки-то в своё время. Хорошо. Как, знаете, любят вот на интервью артисты, спрашивают, какие ваши творческие планы? Вот, собственно, об этом хотелось повести речь. Что ещё не хватает вам, как учёному, в плане осуществления ДНК-теста? Ну вот, какого прогресса в науке, в технологиях? И к чему движетесь? Какие цели преследуют учёные? Да, вот, что вам хочется сделать, и вы вот-вот сейчас это сделаете, или наоборот, до этого ещё плыть и плыть? На самом деле, сейчас мы очень мало знаем про расселение людей по миру, генетическое расселение людей по миру, потому что слишком мало людей из тех миллиардов, которые сейчас населяют Землю, сделали генетические тесты. Очень много нюансов можно открыть, изучив какие-то отдельные группы. Но это дорого. Вот по ходу дела дешевле же становится. Всё дешевле и дешевле. По-моему, в 10 тысяч раз удешевел тест, начиная с 20 века. Ну, первый полный геном человека был расшифрован всего в 2001 году, и это стоило миллиарды долларов. Вот, вот я, значит, не ошиблась. В 10 тысяч раз сказала, если сама испугалась. Сейчас такая полная, аналогичная полная расшифровка стоит несколько тысяч долларов, но это, скорее, исследовательская задача. Она не нужна людям для определения происхождения. А вот с точки зрения определения происхождения цена генетического теста, она практически не падает последние, ну, года три уж точно. Это в чём проблема? Почему не падает? Технологии. Технологии сейчас развиты достаточно сильно, так что дальнейшее падение, ну, непонятно, откуда может взяться. Нету каких-то принципиально новых методов. А, прорывов, чтобы дешевело. Методы, которые были, они вот уже достигли своего потолка. Ну, хорошо. Что нам даст, если, допустим, каждый второй человек на Земле сдаст тест, ДНК-тест? На самом деле, достаточно много и для истории, и для здравоохранения, потому что, ну, генетика, она связана с многими разными вещами. Есть, на самом деле, страна, где каждый второй сдал ДНК-тест. Ну, назовите мне эту страну. Исландия, в Исландии... Слушайте, там народы-то по пальцам двух рук. Там несколько сотен тысяч человек, но зато у них была государственная программа, в ходе которой люди сдавали ДНК-тест. Они еще и мужчинам платят, если на исландках женятся. Да-да-да. Понимаете, чем бы исландист не чешился, лишь бы в футбол выигрывал. Ну, это новая народная пословица исландская. Так, хорошо, они сдали, и что они... Вот на маленьком примере прекрасной Исландии. С одной стороны, им удалось... Ну, по крайней мере, многие вопросы, связанные с происхождением, прояснить. Это какие-то их локальные вещи, которые интересуют конкретную маленькую популяцию. Но это все равно достаточно интересный пример того, как такое повальное генотипирование людей может быть полезно историкам. И с другой стороны, у них есть определенные проблемы со здоровьем, потому что это группа людей, которая живет изолированно, изолированно от остального мира. И во всех таких группах часто возникают какие-то специфические заболевания, мутации, которые распространяются. И зная эти мутации, можно специальным образом планировать беременность, так, чтобы практически обнулить вероятность рождения больных детей. Ого! То есть получается, что мы сейчас стимулируем как минимум пару, которая как минимум планирует стать родителями, сделать, допустим, тест, и таким образом обнулить, ну, стремиться к тому, чтобы родился ребенок без заболеваний. Сам по себе тест, он на риски не влияет. Это диагностический инструмент. Я понимаю. Но при этом известны тысячи разных наследственных заболеваний. И врачи не могут проверять людей на все тысячи. Им нужно знать, на что проверять. И тест как раз показывает, какие заболевания в зоне риска. А их обычно... Ну, они обычно есть, но их один-два. Передача данных. Мы остановились, Валера, на том, что станет известно, и, например, в Исландии вы довольно-таки четко это объяснили, чем поможет, если каждый пойдет и сдаст ДНК-тест. А вот в России есть какие-то проблемы, которые решились бы, если бы каждый, ну, конечно, в рамках государственной программы, да, хотелось бы сделать этот ДНК-тест? Ну, во-первых, есть исторические вопросы. В России много разных народностей. Есть огромное множество малых народностей, малой народности севера, на Кавказе, которые... Присхождение их не так понятно, не так очевидно. С помощью ДНК-теста можно было бы, по крайней мере, более четко понять, откуда они родом, кто кому родственник, а кто кому не родственник. Потому что на Кавказе часто бывает, что, в основном, две деревни, живущие там через реку, они друг к другу там... Очень далекие родственники, а там две деревни там на разных концах Кавказа, они там очень близкие родственники. Это первый момент. Второй момент, конечно, то, что касается здоровья и рождения людей с наследственными заболеваниями. Ну, вот у нас... Или это как и во всем мире, или у нас как это одна своя беда? У нас беда пока такая, что во всем мире примерно 3% детей рождаются наследственными заболеваниями, а в России меньше 1%. Это беда? Это беда, потому что генетически мы такие же, как и во всем мире. То есть это просто неправда? Это просто неправда. В России очень плохо дела обстоят с диагностикой наследственных заболеваний. И огромное множество людей, они находятся с какими-то непонятными симптомами, без диагноза фактически. Ну, то есть, более прикладным образом попробую выражаться, мы могли бы решить проблему муковисцидоза, чтобы меньше детей рождалось. Мы могли бы решить проблему болезни Дауна, чтобы меньше детей рождалось. Вот всего того, что на поверхности, что вызывает ну, просто ужас, трагедия. Ну, в случае с болезнью Дауна, это такой специальный случай, потому что болезнь Дауна нельзя предсказать для пары. Это случайность. А, это другая мутация, которая нет у родителей. Да, её нет у родителей, она возникает именно при зачатии ребёнка. А муковисцидоз, фенилкетонурия и много других вот таких заболеваний, они наследуются от родителей. Если родители заранее знают, что они носят эту мутацию, то с помощью ЭКО, который у нас возмещается государством, можно легко предотвратить рождение больного ребёнка. Но для этого нужно знать, какую мутацию носят родители. И это можно узнать только с помощью генетического теста. В разных странах, на самом деле, вот эти программы, они уже давным-давно существуют. В Соединённых Штатах, в Канаде есть для евреев программа по еврейским заболеваниям. В Иране есть с 70-х годов программа для, собственно, иранцев по их болезням. Ну вот я вас и спрашиваю о национальной беде. Какое самое прогрессирующее заболевание? Вы только что сказали по их еврейским заболеваниям. То есть вы имеете в виду заболевание, которое наиболее распространено среди этой национальной нации. А у нас какое? А у нас много разных наций. И в разных регионах А у нас слишком много... В разных регионах разные заболевания встречаются. Поэтому у нас не пройдёт такой вариант. Ну, как в Иране. В Иране одно очень частое заболевание бета-толосемия. И всех поголовно проверяют на бета-толосемия. А у нас, наверное, по регионам. Вот в средней полосе России что у нас? Какой бич? Известно? Средняя полоса это как раз фенокетонрия, глухота, муковисодоз. Это то, что встречается чаще всего. Урал. Брать Якутию. Например, в Якутии пять якутских заболеваний, которые встречаются только в Якутии с высокой частотой и нигде, кроме Якутии. Можно так вот в каждой группе, в каждом регионе выделить свои наиболее частые заболевания. А можно сделать проще, поскольку, условно, берём Москву. Какой тест делать в Москве? Для якутов, для центральной России можно сделать универсальный тест. И на самом деле в Штатах, как мы не любим или любим эта страна, в прошлом году рекомендовали делать один универсальный тест, который позволяет выявлять самую распространённую большую часть на самом деле заболеваний. И такой тест что-то якут, что-то русский, без разницы, всё равно выявит те риски, которые есть. Хорошо. Понятно, почему такую бы пользу принесло, если бы каждый мог и сдал бы ДНК-тест, сделал бы. А вернёмся тогда к генеалогии этой медицины. Я поняла, что сдав ДНК-тест, я могу определить, сколько во мне национальности, в каком процентном соотношении. А что ещё я могу выявить? Ну вот из такого, что бы... Ох! Удивительного. Удивительного. Волнующего. Например, раньше на территории Европы жили неандертальцы. Неандертальцы, это такая боковая ветра развития человечества. Это как бы не люди, это предки людей, это такая тупиковая ветра. И некоторое время на территории современной Европы одновременно жили и неандертальцы, и люди, собственно, хомо-сапиенсы. И они скрещивались между собой. И образовывались такие гибриды между неандертальцами и людьми. И на самом деле у практически всех европейцев есть определенная доля генов, унаследованная от неандертальцев. У меня есть? Скорее всего, у вас тоже есть. Вот это здорово. Я думала, мы их притесняли-притесняли и истребили. Ну, в итоге они вымерли, но там 2-3-1% у европейцев есть. При этом, там, у, например, африканцев генов неандертальцев нет, потому что они просто с ними не скрещивались. Хорошо, а вот проведены же генетические экспертизы, ну, каких-то исторических личностей, известнейших, да, персон. Можно ли, допустим, узнать, ну, кто, если не засекречен, может быть, у меня в родственниках сама нефертитина, ну, что это, да, кого-то меня тянет, не просто там на царевиш, на тех, которых найти кости трудно-то. Ладно, хотя ее останки же были, вроде как, предположительно найдены. Ну, допустим, сами приведите пример. Ну, для большинства, на самом деле, таких династий, вроде Романовых, известны их маркеры генетические, поэтому каждый желающий может узнать. Ну, Поклонска, наверное, к нам обращалась. Поклонска к нам не обращалась, к нам Жириновский обращался, это вот такая самая забавная. Да, и вот у него были какие-то свои запросы, Владимира Вольфовича? Он хотел показать свое родство с Наполеоном. А он его знал, получается, раз он выбрал, почему он Наполеона выбрал? Не Кутузова, например. Смотрите, тут такой сложный вопрос. Все мы родственники, вот докажем вопрос, как давно жили наши общие предки? И, ну, условно... То есть до Наполеона или после Наполеона? Нет, они, скорее всего, жили до Наполеона, то есть это был когда-то давно общий предок у нас с Наполеоном. Так, я поняла. И если он жил, условно, там 10 тысяч лет назад, когда все население Земли измерялось несколькими тысячами, то у нас там таких родственников Наполеона там полстраны. А если он жил рядышком с Наполеоном, то прям родственник, родственник получается? Ну, у нас есть допросы, на самом деле, когда люди просят доказать, что они там родственники Романов. И много у нас родственников Романов? Вот, опять же, если считать по такому дальнему-дальнему родственнику. Нет, не дальнему, а таких серьезных, про которых действительно можно сказать, да, вы родственник. Их мало. Ну, они, как правило, и известны. А, они известны. А я думала, вы скажете, они за рубежом и были бы правы. Но вот есть же такая тема сейчас отправлять свой биологический материал за рубеж, это получать. Хотя у нас тоже проводят и своих ученых. Ну, я вот и с вами знакома, и с другими генетиками тоже, слава богу. А имеет смысл вот куда-то за рубеж отправлять? Ну, раньше это имело смысл... Наплевать в пробирку и отправить. А раньше это имело смысл, потому что просто технологии в России до 2010 года особо и не было, которые позволяли бы делать такие глубокие исследования. Сейчас разницы нет, потому что что в России, что за рубежом используются одни и те же приборы, одни и те же реагенты, все одно и то же. И с точки зрения качества, что здесь давать, что за рубежом, без разницы, с точки зрения цены, на самом деле, практически тоже разницы нет. А поступают к вам заказы, допустим, не конкретно на Наполеона Ивановича, а, допустим, просто найдите мне какую-нибудь связь с кем-то известным. Ну, имею право. Да практически у каждого человека есть какие-то известные... Нет, ну вы не про несерьезных мне не говорите. Вы мне про таких серьезных. Ну, а для каждого человека серьезные или несерьезные это там свое, там, Оззи Осборн, это серьезные или нет? Конечно, вы что, старик Оззи. У меня бы пальцы сами козой складывались, если бы я узнала наш... А что, были и такие? Его маркеры тоже опубликованы, он не стесняется этой информации. Какой молодец. На самом деле, ну, сравнить себя там с известными такими современными личностями тоже вполне можно. А чьи еще маркеры опубликованы? На самом деле, много... На кого нам замахнутся, кроме нашего Уильяма Шекспира? Много современных людей, и там много звезд российской эстрады. И Аллы Борисовны. Ну, по Алле Борисовне, по-моему, нет, насколько мне известно. А кто из звезд отечественной эстрады опубликовал свои маркеры? Тут нужно смотреть, по какому, опять же, маркеру мы хотим поговорить, про отцовскую линию, про материнскую линию. С учеными кашу не смотришь, они всегда зададут тебе встречные вопросы и уведут от темы. Очень много разных нюансов. В суде сейчас считается доказательством? А я вот ваш родственник, мне, пожалуйста, полквартиры. В суде есть свои судебно-медицинские тесты, и, естественно, судебные медицинские тесты, они воспринимаются судом, это такой очень важный элемент доказательства. Это вам не просто запись регистратора? Другое дело, что, опять же, задав ДНК-тест, чтобы узнать свое происхождение, можно оградить себя от таких сюрпризов. Просто если вы не хотите искать родственников, если не хотите участвовать в таком поиске родственников, ну, окей, запретите это. Потому что мы-то не судебная компания, мы не обязаны суду раздавать информацию про то, кому вы приходитесь, отцом или сыном. Понятно. Спасибо вам, Валерий Ильинский, большое. Вы просто-напросто заинтриговали, и, я думаю, посеяли, как минимум, желание что-то узнать. Тем более, как раз такие возможности современная генетика нам предоставляет. Генеральный директор компании Генотек, ученый генетик, Валерий Ильинский. Спасибо большое. Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова